Здравствуйте! Мы обрезали виноград и хотим укоренить вот эти веточки. Веточки достались на три почки или на четыре. И сейчас покажем как это правильно делать. Сутки вымачивался, в воде просто, в обыкновенной воде. Врезается на пару сантиметров под нижней почкой. Почка ослепляется, нижняя. Под троптикатором, да? Да. Потом делается вот здесь вот три-четыре вот таких вот надрезов. Покажем еще раз. Это другого сорта веточки. Сорт подписан. Это знакомые попросили укоренить. И вот мы для вас показываем. А знакомые будут кушать виноград. Ослепляем почку и делаем надрезы. Надрезы для чего делаются? А вот с этих надрезов пойдут корни. Палочки у нас подписаны. Сорт Юпитер. Это кишмышный сорт. Очень хороший. Потом устанавливаем череночки на одинаковом уровне. Вот эти два. Эти два, чтобы они были на одинаковом уровне. Ну и эти два. А эти другие сорта? Это какой у нас сорт? Это кеша. Кеша. Это белый круглый Юпитер какой? Черный кишмыш. Черный кишмыш. Это преображение ранее. Очень вкусный. Очень вкусный. Когда мски пальчик все вкуснее. А это что? Это велес тоже кишмыш розового цвета. А нижнюю почку обязательно ослеплять нужно. Розового цвета очень вкусный виноград. Для того, чтобы она не прорастала. Да? Ранний. Вот эти вот сорта велес и юпитер. Это сорта, как говорится, для детей. Детки его съедают на ура. Да. Потому что они очень вкусные эти сорта. Ранние. Самые первые сорта. Все. Теперь тут так же само выставляем на одинаковом уровне череночки. Для чего это делается сейчас покажу. Ставим в баночку все эти черенки. Ставим в баночку. Все в одну баночку, да? Да. Все в одну баночку ставим. И наливаем в баночку водички. Вот чтобы вода доходила до нижней почки. Вот так вот. А, не накрывала. Очень мало воды. Вот всего лишь вот столечка водички. Чтобы водичка доходила до нижней почки. Поэтому выставляем все на одинаковом уровне. Резиночкой зафиксировали, чтобы уровень держался. И также на резиночке сорта привязаны. Самое главное следить, чтобы водичка не испарилась в баночке. Ну, периодически подливаем. Забудем. Где-то на двадцать первый день появятся корешочки. Сверху я намочил их или в парафин, или в воск. Расплавляете парафин или воздух, чтобы не кипяток был. Можно свечку капать, да? Да, можно свечкой капнуть, да. Все, это для того, чтобы из черенка не испарялась влага через ранку, а пошла вся в почки. Все, наливаем теперь водички. Вода отстоянная, теплая нет? Ну, теплая комнатная температура водичка. Берем емкость, набираем немножко водички. Теперь мы в водичку добавим укоренитель. Укоренители бывают разные. Вот мы пользуемся аж без стойди. Буквально одну капельку. Раз, все. Капельку капнули. Это не реклама, просто у нас такой укоренитель. Хороший. Хороший укоренитель, их много. Теперь размешаем его. Чуть-чуть водички. И водичку выльем в баночку. Ну, как видно, ее чуть-чуть не хватает. Теперь мы наберем водички и добавим до нужного уровня. Еще водички. И чуть-чуть добавляем. Буквально, чтобы до нижних почек. Все, достаточно. Лишней воды нам не надо. Теперь периодически надо будет следить за этим уровнем. Чтобы водичка не испарилась. Накрывать будем? Нет, накрывать не надо. Ставим где-то на окошко. И череночки укоренятся. А про сорта я вам вставлю каждый сорт. Картинку и название. Чтобы вы посмотрели, какой сорт. Сорта у нас обалденные. Очень хорошие. Когда черенки пустят корни, мы покажем, что с ними делать дальше. Продолжение будет. Продолжение будет. Всем удачи, всем пока. Начали мы укоренять 2 марта. Через 21, это 23 марта, будет еще одно видео. Дождемся. Я сразу не показываю продолжение видео. Потому что где мне взять корни, если они только укореняются. Через недельку покажу видео другое. Ну, хочется как бы постепенно показывать. А это у меня черенки инжира. Инжир очень хороший, грушевидный, крупный. Два раза урожай дает. Это комнатный инжир, он низкорослый. А это высокий, грушевидный. Далматинский, по-моему, или далматский. Тоже укореняются. Одновременно черенки поставлены на укоренение. Воду периодически меняют. Ждем корешков.